Я хочу сфоткаться с диким снеговиком. Смотри в кадр. Всем привет, с вами Песфан. И сегодня у нас видео ни о чем. Я не один. Ребята там идут, базарят о своем. Я о своем. А я говорил то, что... Ну, в новогоднем поздравлении, короче, я не стал делать оливье и мешать, получается, два разных видео. Первое, там в основном все делают итоги какие-то. Но не захотелось мне этой банальности, поэтому мне хотелось отдельно сделать поздравительный ролик, отдельно сделать итоги ролик. Сегодня поговорим об итогах 2014-го и о планах на будущее, которые... Вот оно уже началось. Первое, самое главное, то, что в 2014 году канал поменялся. Поменялся кардинально. Допустим, до этого периода не было какого-то осознанного, то, что ты делаешь. Там был какой-то, да, там проект мы проверим. Он потихоньку начал прикрываться. Делали мы его. И вот как раз-таки вследствие вот этой вот каши, в принципе, большая была отписка. А? Давайте. Предыдущий год я встречал с пятью тысячами подписчиков. В принципе, цифра, да, такая прям очень скромная. За этот год все-таки канал подрос, но канал потерял очень большое количество подписчиков. То есть, смотрите, давайте по статистике. Любимыми многими статистика. За канал, за это время, получается, вот за целый год отписалось около 10 тысяч человек. Это, в принципе, нормально. На большом канале нормально. У меня не слишком большой, и это как бы не очень нормально. Но на это есть свои причины. Допустим, то, что канал несколько раз за год, не так жестко, но немножко менял свой формат. То есть, были сначала, допустим, только видео мы проверим. То есть, костяк вот какой был. После этого мы проверим, стало меньше, стали больше посылок и обзоров. Хотя, на самом деле, я этот год не начинал как посылочный. То есть, до этого, наверное, примерно где-то до мая месяца посылок вообще на канале не было. То есть, был только чисто обзоры. Посылки были, но они были с телефонами и с планшетами. То есть, обычных, интересных каких-то посылок не было. Были обзоры, и было, мы проверим. Все кардинально поменялось, и как бы вот из-за этого есть причина такой большой отписки. Ну, а пришло 42 тысячи новых зрителей. Это чистая подписка за 2014 год. Считаю, что нихреновый результат. В принципе, могли что-то лучшего добиться. Но такая подписка, она как раз-таки этого не дала сделать. Наконец-то я упал на улице. Действительно, дико так холодно, потому что мы еще находимся, типа, на главной площади. И, ну, здесь дует ветер. Теперь самое главное, то есть, ну, из этого плюсы какие-то есть. Да, конечно, то, что канал приобрел именно какой-то свой формат. Вот, сейчас будут подписки, отписки, точнее, однозначно меньше. Подписка в любом случае прибавится. У меня есть свои определенные там планы на 2015 год, но они такие внутренние. Я вам чисто скажу главное, что прирост во всем. То есть, вот, когда будет прирост во всем, это будет круто. Сколько, я не буду загадывать, потому что, когда, знаете, один раз сейчас скажешь, что да, я хочу вот столько. Если ты не выполняешь, ты как бы не сдержал свое слово, а от меня, наверное, процентов 80 зависит, 20% есть такого, что от меня не зависит. Поэтому обещания точно какие-то давать не буду. По поводу того, что еще какие-то плюсы были за 2014 год с каналом, но то, что, сейчас скажу вам, два ролика перевалило за полмиллиона просмотров, я считаю это результат. Это очень крутой результат, особенно ролик с айфоном шестым. Вот это прикол. Он просто сделал нереальное. То есть, за сколько? Он вышел в августе, получается, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ну вот, короче, получается, вот ему будет седьмого пять месяцев. Он набрал что-то там 620 тысяч просмотров. И я надеюсь, что к лету все-таки на канале появится первый миллионный ролик. И как бы то ни было, это какое-то уже достижение есть. Ну и также где-то 4 ролика перешагнули за сотку. Ну, не скажу, что она там глубокое достижение, но тоже приятно. Парень прокачался, готов снимать дальше видосы. Надеюсь, что ветер не дует. По поводу будущего канала, именно конкретно, что будет. Ну, во-первых, то, что посылки в любом случае будут. Их будет достаточное количество. Полностью загружать канал посылками и больше ничем не заниматься точно такого не будет. Канал приобрел свой формат. Будут, да, посылки и товары из Китая. Преобладать тематика такая. Но сейчас еще есть популярные форматы на Ютубе. И я хочу как-то посылки и товары из Китая интегрировать с этой рубрикой. Хочется и, наверное, будем продолжать рубрику прикольные товары из Китая. Она слабо пока идет, но прикольное тяжело найти. Обзоры на канале будут однозначно продолжаться, потому что техники много, обозревать ее надо. Также хочется, наверное, все-таки оборот больше сделать спецфаншопом. То есть я могу заказывать какие-то смартфоны, но сбывать их в городе очень тяжело. Поэтому дешевые нормально сбываются. Все остальное, чтобы по дороже каких-нибудь флагманов, допустим, взять, ты фиг их куда-то денешь. Поэтому придется в любом случае еще набирать обороты с спецфаншопом. И, соответственно, если спецфаншоп наберет офигенные обороты, там можно будет продавать уже товары, на которые я сделал обзоры. То есть именно с моих роликов товара. Вот это будет круто. И это, наверное, такая приоритетная задача. И что там еще? Как я красиво сегодня говорю. Ну и что еще сегодня? Сегодня, не сегодня, а в будущем. В будущем точно будет развитие второго канала, потому что там вышло забилие. Канал второй не хочу забрасывать. Хочу, чтобы он жил тоже своей жизнью. Не как второй был, а какой-то, знаете, альтернатива. Поэтому второй канал, ну, точно никуда не заброшь. Вот. Забилие будет выходить. Будем в любом случае снимать. Также вот видео, скорее всего, будут продолжаться ни о чем. Пока такое название. Не знаю, мне оно прикалывает, потому что действительно практически ни о чем. Тоже, наверное, будут там раз в месяц точно выходить. Мне, потому что эти видосы реально интересны. Так, еще что. А, во. АСК, был создан АСК, можно будет реально в этом АСКе задавать вопросы. Так удобно. Многие задают. Поэтому либо будут ответы вот здесь вот, в ни о чем, на эти вопросы, которые задаются в АСКе. Либо будет отдельно вопрос-ответ. Ну, меня бесит эта банальность. То есть, опять же, практически на каждом канале есть вопрос-ответ. То есть, как вот, ну, как такой формат вопрос-ответ, скорее всего, не будет. Но я так думаю, вот здесь вот, в ни о чем мы будем задавать и когда-то разбирать какие-то вопросы интересные, если они там будут. Все, это, наверное, все, о чем я хотел сегодня рассказать. С наступившим, наконец-таки, не, не наконец-таки, просто с наступившим 2015 года. Грейте свои жопы, отмечайте Новый год. Можете задавать вопросы в АСКе, ссылка в описании. Также ссылка на паблик в описании. Обязательно подписывайте. Все самые новости интересные там. Я уже задолбался твердить, потому что там реально все. Подписывайтесь на паблик, ссылка в описании. Ну и что, всем с Новым годом. У-у-у-у!